Реанимация. Именно в такие отделения больниц чаще всего попадают грибники-экспериментаторы, чья тихая охота принесла не самый приятный результат – отравление. С начала текущего года такой диагноз был поставлен 12 жителям области. Троих медикам спасти не удалось. За истекший период текущего года в области зарегистрировано 12 случаев пищевых отравлений грибами с 12 пострадавшими, в том числе три случая с летальным исходом. Это в Березовском районе, в Кобринском районе и в городе Кобрине. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего лишь два случая пищевых отравлений – это в Кобрине и в Бресте. А за весь период 2015 года – 8 случаев с 10 пострадавшими. Врачи акцентируют внимание. При появлении таких симптомов, как недомогание и головокружение, тошнота и рвота, стоит незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно если в течение последних трех суток в пищу употреблялись грибы. Мы очень часто, допустим, человек поступает с каким-то обострением заболевания, либо с вновь возникшим заболеванием, мы начинаем собирать анамнез, то бишь уточняем, что человек употреблял, что он ел, какие погрешности были. И зачастую потом получаем информацию о том, что в течение суток, двух суток, трех суток человек употреблял в еду именно грибы. По словам специалистов, большинство горе-грибников – городские жители, которые на природу выезжают редко и не всегда могут отличить съедобные дары леса от несъедобных. Вторая категория – горе-кулинары. Нередко причиной отравления становится неправильная термическая обработка. И еще грибы – пища тяжелая. Их употребление даже по всем правилам может стать стрессом для организма и привести к обострению хронических заболеваний. Бывают такие случаи, что в пищу употребляли грибы, допустим, вся семья. Пять-шесть человек. Пятерым хорошо, шестой человек попадает к нам. Нельзя сказать, что это отравление. Но, допустим, у него есть проблемы с желудком или проблемы с поджелудочной железой. Идет обострение этого хронического заболевания, потому что грибы сами по себе, можно сказать, так относятся к тяжелой пище. Они трудные для переваривания, для усвоения в желудочно-кишечном тракте и могут вызывать сами по себе, даже правильно приготовленные и съедобные, могут вызывать явление и гастрита, и дуаденита, панкреатита, то бишь воспаление поджелудочной железой. Множество заболеваний они могут и провоцировать, и вызывать их обострение. В общем, охота, пусть и тихая, требует к себе уважительного отношения и внимания к мелочам. Не уверен, не бери. Золотое правило бывалых грибников стоит взять на вооружение и новичкам. Одним лишним грибом сыт не будешь, а беспечность в данном вопросе может иметь слишком высокую цену.